Найден загадочный предок человека наука наука и техника. 13.40. 11 февраля 2019 года найден загадочный предок человека. Фото. Википедия. Ученые из Испании и Эстонии выявили признаки существования ранее неизвестных вымерших предков. Оно-сапиенс. Эта призрачная древняя популяция была выявлена с помощью генетического анализа с использованием искусственной нейронной сети. Она была родственна неандертальцами и денисовским людям и также передала некоторые гены современным людям. Об этом сообщает Science Alert. Известно, что люди современной анатомии покинули Африку менее 100 тысяч лет назад и расселились по Евразии, иногда скрещиваясь с другими видами рода. Homo. Неандертальцами и денисовским человеком. Это привело к интегрессии ДНК вымерших форм людей в генах. Homo sapiens. Ученым удалось секвенировать, установить последовательность нуклеотидов, геномы неандертальцев и денисовцев и доказать, что их ДНК действительно встречается у неафриканских популяций современного человека. В то же время исследователи не знали точное число интегрессий, а также то, какое именно влияние они оказали на генофонд современного человека. В новой работе ученые использовали методы глубокого машинного обучения для анализа древних и современных геномов, чтобы построить наиболее вероятную картину интегрессий, соответствующую текущим генетическим данным. Оказалось, что кроме неандертальской и денисовской популяции, которые внесли свой вклад в генофонд современного человека, существовала еще одна популяция, ставшая источником генов для человеческих популяций в Азии и Океании. По мнению исследователей, эта неизвестная популяция состояла либо из ближайших генетических родственников неандертальцев и денисовцев, либо древних людей, которые рано ответвились от линии денисовского человека. Ранее сообщалось, что международной группе ученых удалось установить даты пребывания неандертальцев и денисовцев в Денисовой пещере. Выяснилось, что денисовские люди жили в пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли в это же место 100-200 тысяч лет назад. Больше важных новостей в Телеграм канале Лента дня. Подписывайтесь.